Протест у мэрии Кишинева несколько жителей сектора Чеканы требовали сегодня от столичных властей посодействовать прекращению строительных работ двух многоэтажек, развернувшихся в их микрорайоне. Люди утверждают, что у подрядчика истёк срок действия разрешительных документов. Более того, сетуют они. Одновременно с возведением высоток они окажутся отрезанными от дневного света. Здесь строятся три 22-этажные многоэтажки, из которых А и Б имеют просроченную строительную документацию. Строящиеся дома имеют по 22 этажа, а в нашем доме 14 этажей. Столько людей туда заедут. Сейчас почти в каждой семье есть транспорт. Мы не сможем дышать, но еще хуже – в наши окна не будет проникать солнечный свет. Протестующих пригласили в мэрию обсудить ситуацию. Во встрече участвовал и заместитель столичного градоначальника Виктор Керонда. В дискуссиях он долго не задержался, а до своего ухода напомнил, что тема уже обсуждалась со столичными властями. Нам же уже в холле он подтвердил, что две жилые высотки по улице Мирчичелбэтрэн 15 строятся незаконно. Эти два дома строятся незаконно, и мы проводим все необходимые процедуры, чтобы это беззаконно остановить. Когда было выдано это разрешение и, соответственно, какие действия вы собираетесь предпринять дальше? Притура сектора Чеканы должна вынести предписание прекращения работ. Это произойдет в ближайшие дни, сегодня или завтра. В свою очередь, глава юридического управления столичной мэрии пояснил нам, что строительная компания выиграла в суде два иска, но они не имеют юридических последствий, так как срок разрешения на строительство истек. У экономического агента есть два судебных решения, но даже если они в их пользу, разрешение стекло, и согласно законодательству необходимо подать в мэрию новую заявку на продление разрешения на строительство. Мы отправились на стройплощадку посмотреть, продолжаются ли там работы. По словам жильцов прилегающего дома, строительство ведется практически бесперебойно, как итог, в неделю по этажу. Эта женщина окна квартиры, которая выходит на новую высотку, говорит, что с трудом представляет, как будет жить, когда в дома заселятся новоиспеченные хозяева. Будет три дома с большим количеством людей. Это будет муравейник, негде будет развернуться ни на машине, ни пешком. Не сможем нормально выйти на аллею, туда не будет прохода, и темно будет постоянно. Мы пытались связаться с представителями компании-застройщика двух высоток, но наш телефонный звонок остался без ответа.